Название очень громкое, метод, ну, по-моему, это простейшая математика функций двух, трех, четырех, нескольких переменных. Ну, и, в общем, больше данной, собственно, никакой идеи этого другой нет, просто у нас есть то, что называется основным уравнением равновесной термодинамики, ну, и используется просто-напросто вот фан, состоящий в том, что в этом уравнении присутствуют некоторые изменения, превращения некоторых функций, которые заведомо являются полными декоменциалами. Ну, и, собственно говоря, дальше сугубая такая математика, и больше, в общем-то, можно сказать ничего. Ну, а с другой стороны, почему это тогда нужно, почему мы говорим о этих потенциалах, о чем-то очень важном, на самом деле, и действительно, вы видите, что дальше мы будем очень много этим пользоваться. Ну, дело в том, что вот у нас пока есть один такой общий принцип. Значит, мы знаем, что в изолированной системе эндроптия увеличивается. Это вот, можно так сказать, не так сказать, который позволяет нам предсказывать, как поведет себя термодинамическая система в определенных условиях, именно в условиях изоляции. Она, так сказать, венится в пространстве состояния структурного, где эндроприя больше, чем была на старте. Но это ведь довольно специальный случай, когда система находится в условиях изоляции. Очень часто, почти как правило, мы сталкиваемся с ситуацией, когда система, определенным образом, может быть очень сильно взаимодействует с окружающей средой. Тогда этот принцип используют нельзя. Так вот, как мы увидим, ну, наверное, даже сегодня мы до этого еще не доберемся, но вот, чтобы было ясно, почему мы придаем потенциалам большое значение, я хочу предупредить, что мы выясним, что вот, если, скажем, система находится в термостате, изолятору определенные диски, то есть ее объем фиксировался, ее поведение проявляется тем, что она перемещается, так сказать, в пространство состояния, так и динамическое, туда, где находится минимум так называемая свободная энергия. Вот про свободную энергию, мне кажется, я уже в прошлый раз успел, хотя, может быть, только про внутреннюю энергию рассказывал, как потенциал, в качестве потенциала все-таки далее. Для этого, на самом деле, я, кажется, очень-очень не помню. Но если нет, если не рассказывал про свободную энергию, то вот мы сейчас, вот, введем этот термостатический потенциал, и вот он нам важен, потому что в каких-то вот других условиях я их только что определил, сейчас, это неважно, мы позднее будем о этом подробнее говорить, вот проведение системы определяется как раз с помощью, некая перспектива, так сказать, в состоянии системы, она как раз определяется с помощью свободной. Ну и любой из термодинамических потенциалов вот какую-то такую работу выполняет, поэтому они очень важны вот в этом принципиальном смысле. Ну, помимо того, что если мы вводим какой-то потенциал, то у нас возникает несколько очень важных формул, которые позволяют какие-то физические величины для термодинамической системы связать друг с другом. У нас возникают некие связи, о которых догадаться каким-то другим образом, ну, наверное, просто невозможно. Значит, во-первых, вот эти вот какие-то связи, в Армении Максвеллах, как я в прошлый раз говорила, их называют, формулы для теплоемкости, для модульной упругости, которые вот связывают эти физические важные величины с этими как раз термодинамическими потенциалами. Ну и вот, еще раз, значит, поведение наших термодинамических систем в определенных условиях определяется как раз вот своим каким-то, ну, отнесенным к этим условиям термодинамическим потенциалам. Поэтому вот они и нужны, и сейчас я вынужден буду довольно скучное, так сказать, преобразование делать, но это нужно, потому что потенциалы, ну, не просто так, так сказать, придуманы, они дальше будут использоваться при решении уже конкретных задач. Ну, я говорил в прошлый раз, что вот все предыдущие лекции можно было уже заменить таким постулированием первого-второго начала в форме утверждения о существовании двух функций состояния, внутренней энергии и энтропии. Ну, одну мы обозначаем буквой Е, другую — буквой С. Можно разобрать. А я думаю, да, пожалуй, у нас есть. А мне вот сейчас в ДКНД бывать. Я вчера вот выяснил, что не на первом этаже, как это раньше было, но иногда он в ДКНД был. А вот в ДКНД нашего физического департамента. В комнате физического департамента. Ты из-за химик? Нет, физик. Ну, вот, хорошо, спасибо большое. Не за что. Вчера какой-то был провал, значит, мил он не был, и где у аудиторий на взгляд на взгляд на взгляд, почему-то не было. Ну, вот, признаю почему-то, признаюсь, не так далеко. Ну, так вот, значит, мы рассматриваем эти функции, утверждаем, что они существуют, ну, и рассматриваем их, естественно, как функции состояния состояния, то есть некоторого набора параметров, в котором мы любим выделять специфические тормодинамические параметры, что мы работаем. Вот мы могли бы утверждать, ну, принять это как постулат, вот есть вот такие вот две функции состояния. Первое начало утверждает существование энергии, второе начало утверждает существование терапии. Никакого вида, формы, выражений каких-то для этих величин. Эти начало не утверждают, они просто говорят, что есть вот такие функции состояния. И они связаны, связаны уравнением, основным уравнением равновесной термодинамики, которое, значит, можно записать вот так. Связываются не сами функции, связываются и дифференциалы. Это дифференциальное уравнение, вообще-то, конечно. d на ds равняется и плюс сумма муки, а и d, d, а и d. Вот оно, это, значит, основное уравнение равновесной термодинамики. Ну и вот эти изменения ds и dE связаны не с тем, что как-то меняются а и t малые. То есть меняется состояние системы, меняется вот этот вот набор элементов, меняются функции, функции состояния. И вот эти изменения есть точные, полные дифференциалы функций. То есть можно по правилам математики расписывать, можно быть уверенным, что вот это и это изменения, они вполне определяются дифференциалами вот этих вот причин. Это, на этом можно было бы, ну и если вы согласны это принять как поступать, то все предыдущее, в общем-то, можно было бы не рассказывать, не задаваться вопросом о том, что такое температура, что такое внутренняя энергия. Вот она существует, какая-то функция, да, другая, где ее взять? Ну вот, значит, надо как-то, откуда-то надо взять выражение. Конечно, оно наполняется смыслом только тогда, когда функции известны. Ну, какая-нибудь другую можно, решая уравнение с ней всегда. Ну и вот, значит, это и есть наше основное соотношение. Вся, так сказать, равномесная сортодинамика в этом приседить. И метод потенциалов, собственно говоря, заключается в том, что мы смотрим на это соотношение, используя его вот таким образом. Значит, вот мы говорим, ага, вот здесь есть полный дифференциал. Сам по себе. Вот можно перенести это налево, и мы получим выражение для дифференциала внутренней энергии. Значит, это означает, что если мы будем смотреть на внутреннюю энергию как на функцию вот этих вот переменных S и A этих, ну, мы для начала обсуждали такую ситуацию, когда, значит, вот это вот наше хватает, вот это вот, наверное, вот эта сумма заменялась работой на шею. Понимаете, вот это вот? Ну, просто для такой простоты, чтобы здесь суммы не было, чтобы она содержала только одно слагаемое. Ну, и в связи с тем, что это всегда почти присутствующее, может быть, она не самая важная, но почти всегда есть эта работа, связанная с изменением объема системы. Ну, и, в общем, всегда обсуждается, что следует вот отсюда, вот из этого выражения. Значит, из этого выражения следует, что если мы считаем функции генитархии и объема, назначаемых вот теми переменами, которые представляют собой величины, определяющие состояние системы. При этом, конечно, вот у нас, для того, что я говорил, что состояние системы является вот этим вот набором, да, энтропия S от этого всего зависит. Здесь сейчас мы совершаем, ну, такой вот, значит, шаг логический. У нас сейчас с энтропией объявляются независимые перемены. Ну, просто для того, чтобы было удобно. Вот если E, функция S и V, тогда сразу какие выводы следуют? Значит, температура имеет, ну, не смысл, конечно, а может быть, записана как частная производная внутренняя энергия по энтропии при постоянном объеме. У нас сразу возникает возможность записать такую формулу, ну, просто потому что так математик. Ну, ничего страшного, что мы объявляем энтропию самостоятельно, инкременно, нет. Потому что, ну, мы только что говорили, что она является функцией параметров, ну, V и D. Вот это заменяет, V заменяет сейчас, вот это весь этот набор. Ну, и, значит, пусть я не знаю явно, но почему мне не решить, что, значит, вот из этого соотношения я могу объем выразить как функцию энтропии и температуры. И, значит, вот сюда, вот здесь вот считать энтропию и объем я могу, из этой связи, да, значит, энтропию и объем я могу рассматривать как функции, не энтропию, а объем, объем я могу рассматривать как функцию энтропии и считать, что у меня, значит, внутренняя энергия является функцией вот этой, этой пары переменных. Значит, температура тоже при этом подразумевается функцией, значит, S и V, конечно. Ну, и дальше вот пишутся эти формулы, которые я точно в прошлый раз выписывал. Значит, формулы, ну, T производная, V соответствующая производная, смешанные производные, значит, поменяются. Когда я второй раз продифференцирую эти соотношения для температуры и для давления, появляются формулы для внутренней энергии, для диабетического модуля упругости. Вот эти все соотношения были в прошлый раз выписаны. Но энтропия, конечно, как аргумент, который определяет состояние системы, очень неудобна в том смысле, что, ну, как ее измерять? Она непосредственно не измеряется так же просто, как там линейка объема или термометра температуры. И поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы у нас в качестве естественных определяющих состояние системы переменных переменных энтропии не было. Вот если ты и вы определяем состояние системы, температура и объем, то это гораздо применятательнее пара такая вот переменных, потому что они легко измеряются. Ну, на бумаге нам этого не надо, но в конце-то концов на бумаге все делается для того, чтобы потом что-то в лаборатории найти и сравнить с тем, что получалось на бумаге. Понятно, что это пара вот переменных, ну, в это хорошо, а энтропия не, в общем-то, как независимая переменная. И возникает, значит, такая идея, просто переписать основное уравнение равновесной термодинамики. Значит, это может и будет, ничего нового, в общем-то, не будет. Это просто то же самое основное уравнение будет, только оно переписано так, что мы сможем в качестве переменных определяющихся состояния системы, в качестве независимых друг от друга, вот какой-то пары переменных, мы сможем использовать не S-овое, а 3-овое. Ну, а для этого, значит, мы осуществляем то, что называется преобразованием межанра. Это звучит так, красиво, конечно, но, по сути дела, значит, мы добавляем, смотрим на это выражение, и к обеим частям этого равенства добавляем, с знаком минус, в данном случае, надо будет добавить, дифференциал произведения той величины, которую мы исключаем на счетла независимых переменных, и той величины, которую мы в число независимых переменных хотим ввести. Вот эта пара, дифференциал этой пары, значит, в данном случае, это S и T. С включаем, да и вводим, в число независимых переменных, значит, и вот мы так и действуем, значит, вот мы, я, возможно, это рассказал, просто раз, ну, ладно, позднее, как-то, нет, мы не сказали, я думаю, что ничего страшного нет, значит, вот, вычел этот дифференциал, и здесь я его распишу, тоже вычел, обязательно, это надо сделать, и тогда для этого мы это сделали, вот у нас тут СНРНС сокращается, и справа остаются вот такие вот дифференциальные выражения, только с ДВ и с ДТ. Значит, если мы в результате введем новое функциональное состояние, пока мы ей не занимались, ну, вот мы ее обозначили, буква ИФ, это И-С, вот тогда, значит, у нас слева стоит ее дифференциал, и он равен минус СНТ минус СНДВ, дифференциал свободной энергии. Свободная энергия, ее называют так, свободной энергией. Да, может быть, я, по-моему, в прошлый раз не говорил, метод этот, если, ну, так вот его называть, методов, хотя это еще раз простейшая математика, Дополь должен развить Гипсон, Джозайя Гипсонс. Первый считается такой великий американский физик, ну, это где-то в районе 1875 года. Правда, очень долгое время он был очень такой скромный человек, работал провинциально, университет, публиковался только вот в каких-то записках этого университета, и в Европе работы оставались долгое время неизвестными, только где-то в начале века, там, 20-го, ну, они стали известны, и он получил мировое признание, конечно, как, на самом деле, и на самом деле он не говорил, что вот я вам предлагаю метод Гипса, даже метод потенциалов, он не говорил о том, что это метод потенциалов, ну, просто, ну, какие-то преобразования. Вот этот термин был предложен Югемом, и был такой тоже очень, такой крупный физик, кажется, что Югем, ну, и вот это название, такой обычный метод, как мы поместили потенциалов, вот он предложил так, пользоваться этим термином, потом надо где-то и пошло, так сказать. По предложению Югема стали говорить, что это мы развиваем метод термодинамических потенциалов. Ну, хорошо, значит, вот у нас есть эта вот формула, и из нее, если мы смотрим на слово, что мы называем нас, то не представляет вообще-то это делать, но нам хочется, вот мы говорим, давайте будем смотреть на t и на v как переменные, которые определяют состояние системы. Значит, если это так, то отсюда сразу следует, что частная производная свободная энергия по температуре при постоянном объеме это минус энтропия. Ну, или энтропия, это минус производная. Свободная энергия по температуре, частная. И аналогично, для давления мы получаем формулу, то это df от v при постоянном t. Если у нас откуда-то будет свободная энергия, то мы моментально можем войти, будет только функция, f как функция vt, вот кто-то нам ее дал, откуда-то мы ее добыли. Тогда сразу термическое уравнение состояния отсюда моментально возникает. Ну, какая-то функция, продифференцируем по v при постоянном t и получим какую-то функцию от v и t, которая по физическому смыслу есть давление. То есть связь между давлением, объемом и температурой получается вот так, дифференцированием свободной энергии. Если она у нас есть, то у нас есть уравнение состояния, термическое уравнение состояния. Ну, еще раз, как я уже говорил, еще, может быть, скажу, откуда мы их можем узнать, вот эти вот термодинамические потенциалы, например, свободную энергию. Вот биоградная свободная энергия в статистической физике есть такая прямая формула. Значит, свободная энергия равняется минус kt и k, постоянная бодзина, и логарифм минус k, k, бодзина, и логарифм z, так называемая статистическая сумма. Вот, если у нас есть микроскопическая модель нашей термодинамической системы, то некое вычисление, которое вообще ничего похожего на термодинамическое собой не представляет, позволяет нам, интегрируя некоторую там экспоненту по координатам и импульсам всех молекул, из которых наша модель и образует представление это тело. Вот это z можно найти. То есть, в статфизике есть рецепт. Прямой рецепт, после того, как мы приняли микромодель, вычислить свободную энергию. Ну, а дальше уже работает терминамика. Если мы вычислили свободную энергию, то уравнение состояния уже так вот просто получается дефицит. Ну, а если есть у нас уравнение состояния, то мы дальше можем уже всевозможные процессы вот с макроскопическим телом протекающим можем уже с помощью начала термодинамики, ну, переписывая начать и наши всякие формулы, учитывая условия, в которых протекает процесс, ну, предсказывать, что будет, когда мы, так сказать, за один параметр идеальным систему, а она как-то откликается там изменениями остальных. Мы можем все предсказывать. Вот что будет происходить с этим макроскопическим телом, каким-то системой. Пусть это даже вот излучение, допустим, ну, равновесное, конечно, и так далее. Ну, можно моделировать, можно просто предлагать какие-то строя, где будет с относительно того, как, ну, привлекая какой-то опыт, здравый смысл, можно без вот этого микроскопической модели что-то там предположить, получить после этого какие-то уравнения, которые можно уже с опытом сравнивать. Ну, и если в одном опыте с одним опытом сходите, то можно рассчитывать, и в других будет сходиться, и у нас уже какой-то аппарат уже будет. Вот так это все как-то на таком синтезе, разумеется, как-то опытов, частное что-то собой представляет, здравый смысл, и можно даже входясь без микромодели длить большой, так сказать, доход от того, что у нас эти соотношения есть. Ну, ладно, вот у нас такая пара формок получилась. Из этого моментально следует, но поскольку это полный дифференциал и с необходимостью, математической необходимости, отсюда следующее мы можем написать вот такую формулу. ДС по ДП при постоянном Т, конечно. ДС по ДВ при постоянном Т. Это все равно, что ДП по ДТ при постоянном Т. то, что у меня здесь написано в этом районе, это вторая производная свободная энергия по температуре и объему. Только один раз она взята в порядке сначала по Т, потом по В, а здесь наоборот. И, значит, эти величины равны. Вот об этом очень трудно бывает догадаться, как это выглядит. вот видите, значит, если мы знаем термическое уравнение состояния, мы это производная знаем, по этому цу ТЭЛу, мы это можем вычислить, а это оказывается уже сведения о нейтропии. Значит, это нам сообщает о том, как нейтропия зависит от объема и температуры только. Здесь неизвестно. Правда, это производная, конечно, не сама энергия, но проинтегрировать. Получаемое выражение можно или уточнить, так сказать, понять, как нейтропия зависит. Найти вот энтропию можно вот такому образом. Из опыта, в котором мы находим дальнейшее выравнение состояния, можно добыть сведения о том, какого энтропии. Ну что, значит, вот это соотношение последнее представляет собой так называемый вариант соотношения Максвелла. Когда мы приравниваем эти смешанные производные для каждого потенциала, говорят, что вот мы получили одно из соотношений Максвелла. Уравнение верфординамик это никакого отношения не имеет, конечно, но тем не менее это тоже уравнение Максвелла. Дальше мы можем вот так и было это с внутренней энергией продифференцировать по второму разу вот эти вот соотношения. Взять вот здесь у обеих частей производной температуры, а здесь у объема и тоже возникает какие-то полезные формулы. ну именно вот значит если мы в другую правильную вымесляем GF по GT и по GNV то очевидным образом это минус GS по GT при постоянном раке но здесь мы можем так поступить значит вот давайте поделим и умножим на T вот эту производную умножим и поделим на T то что тут она написана внутри скобки совершенно неважно это вот сокращается ну это скобка просто принятое обозначение подчеркивающее говорящие о том что S считается функцией не только T но и V больше эти скобки так для красоты так сказать мы можем если хотим вернуться обратно сократить это но домнажали мы конечно для того чтобы сейчас сказать что T на T вес в соответствии со вторым началом трендинамики это Т динамик ну теплота если теплота вызвала изменение температуры на еще к изменению теплота которая вызвала изменение температуры на 1 градус то есть это теплоемкость теплоемкость разумеется при постоянном объеме это Эти отношения в ходе процессов к постоянным В подозревается взятыми. И поэтому здесь у нас возникает такое выражение. То есть мы можем сказать, что если у нас есть выводная энергия, то теплоемкость системы мы можем найти так. Нужно просто взять вторую часть, чтобы выводная энергия при температуре при постоянном объеме НРУ и еще умножить ее на Т, ну и минус еще поставить. И вот это будет не что иное, как теплоемкость при постоянном объеме. Ну и наоборот, конечно, если мы из опыта узнали о теплоемкости, то информация свободна. И аналогично, значит, давайте сосчитаем Д2 и НРУ при постоянном Т. Значит, это, очевидно, минус ДВ при постоянном Т. Ну и тут такой же, так сказать, прием, что ли. Значит, ерунцы на В с одной стороны, а с другой стороны на В давайте умножим. Прямо минус, прячем внутрь этой скобки, значит, который по ДВ в постоянном Т. Вот просто переписали. Значит, это выражение вот таким вот образом. Ну, разумеется, с тем умыслом, чтобы здесь у нас вот в квадратных скобках стоял, стояло сжимаемое, модуль упругости все-таки, да, не сжимаемость, конечно, обратная величина. Изотермический модуль упругости. Изотермический модуль упругости. Этот объем, ну, его можно вот здесь вот написать, знаменателе, знаменателе, да, и, ну, это делается для того, чтобы, ну, как обычно определяется модуль, значит, изменение давления называется относительным изменением объема. Ну, так определяется модуль. Важно относительное изменение объема. Ну, хотя можно и не делать этого, но вот все-таки принято это определение, значит, изотермического модуля упругости, и минус включается в это определение, чтобы величина была положительнее. Вот если мы это принятое определение используем, то здесь, значит, у нас получается так. Ну, если мы его обозначим в букву ИК, этот модуль, то это, изотермический модуль, поделенный на В. То есть, значит, для модуля у нас получается вот такая формула. Значит, это В умноженное на вторую производную свободную энергию под температуру. Вот столько формул, и понятно, что они продуктивны, и, ну, они как бы почти из ничего. Просто из того факта, что у нас тут есть полный дифференциал вот этой новой формулки состояния, которую мы так выросли. Значит, почему для нее выбрано такое название? Ну, видимо, потому что, вот если мы, значит, рассмотрим изотермический процесс, который с какой-то системой происходит, значит, тогда, очевидно, изменение свободной энергии определяется вот этим слагаемым, минус П на ДВ. А это работа. Не знаете, П на ДВ это работа. Ну, а с другой стороны, значит, это просто вот работа, которую... Ну, можно, значит, вот, написать, что это работа. Ну, может быть, теперь тут надо прочитывать, что в ходе электромического процесса... Значит, получается так, что... Ну, вот если я перенесу знак туда, да, то у меня ДВ равняется минус ДВ. Значит, если я буду считать, что работа положительная, то есть она совершается системой, она совершается системой, да, то тогда, значит, вот здесь у меня стоит кубль свободной энергии. И можно сказать, что вот в ходе электромического процесса работа, совершаемая системой, значит, за счет вот убыли свободной энергии совершается. Не внутренней, как это будет при адиоматическом процессе, а вот за счет убыли свободной энергии. И, ну, как бы, получается так, вот обычно, совершая работу, ну, обычно, вот в адиоматическом процессе, достаточно быстро, скажем, система уменьшает свою температуру. А здесь так как-то вот, как будто бы, она освобождается от энергии, температура-то не меняется, вот, как бы лишняя, что ли, это, свободная является эта энергия, за счет убыли которой совершается работа при изотормическом процессе. Ну, вот, какой-то аргумент здесь можно видеть для того, чтобы понять, почему так говорят, свободная энергия. Да, может быть, надо сказать, что даже какие-то принятые решения, там, съездов физиков, которые занимаются не только метрологией, но и еще какой-то, так сказать, почти филологией, значит, решают о том, как вот, какими терминами пользоваться. Есть же, это тоже же принимается решение, значит, что-то вот рекомендуется. В общем, очень часто, сегодня особенно, значит, принято, даже где-то, так сказать, обязательствами, какими-то, определено, что вот все приняли на себя обязательства, и говорить не свободная энергия, а энергия Генгольца. Вот, значит, так часто говорят, если вы где-то увидите, ну, вот надо другое, не свободная энергия, то, значит, надо в виду, что может быть как раз за словами энергии Генгольца и я веду свободную энергию. Теперь, значит, можем выдвинуться дальше. У нас вот есть, давайте я, наверное, ее остальное взберу, вот у нас есть вот запись основного уравнения равновесных арминаментов, вот такая, и мы можем ее видоизменить, мы ее можем видоизменить с целью создать, так сказать, возможность считать независимыми переменами не Т и В, а Т и В. Давление ничем не хуже, как измеримый относительно просто параметр, чем объем, ну, или температура. Да, вот еще знаете, что, не помню, может быть, я не говорил, это тоже в прошлый раз, хотя, может быть, и говорил. Вот формула, да, ну, вот этого, например. А, что-то мне сейчас вспоминается, что вроде говорил, конечно. Вот формула, которая дает основания говорить нам про метод именно потенциалов, называть свободную энергию и же с ней потенциалами. Значит, здесь сила термодинамическая определяется как минус-производная, ну, от некоторой энергии по термодинамических координатам. А в аналитической механике у нас сила, ну, в обычном смысле, механическая сила, да, это минус-производная потенциальной энергии по координатам, вот на какую-то точку материальную, да, действует сила, она может быть найдена как минус-производная по координате от потенциальной энергии. Ну, значит, там в механике мы имеем потенциалы механические, здесь очень похожая формула, только сила и координаты термодинамичные, ну, почему бы не назвать тогда, значит, свободную энергию тоже потенциалом. Только термодинамический. Ну, вот, значит, давайте теперь опять преобразование риджандра проведем вот с этим дифференциальным выражением и исключим В, а в число независимых переменных введем В. Для этого мы должны добавить к объединенным частям равенства дифференциал произведения, той, вичем, которую мы исключаем из числа независимых переменных от объема, и той, в которой мы используем числа независимых переменных от давления. Поэтому, значит, давайте напишем, прибавим дифференциал В, В к левой части и к правой. Ну, естественно, значит, для того и делали сократим В на ДВ. И в результате, если мы введем вот, значит, такую величину, обозначим ее в углу В и Ж, это Ф плюс В, Ф плюс В, В. Ну, и, может, подробнее, Е минус ТС плюс В. То для нее у нас получилось, для ее дифференциала у нас получилось вот такое выражение. Минус С на ДВ плюс Я на ДВ. Значит, вот эту величину называют потенциалом гипса, ну, или энергия гипса, говорят опять же. Энергия кинвольца, энергия гипса. Это вот обязательно, в принципе, наименование, как раз, энергия кинвольца, а была, а сейчас энергия гипса появляется. Ну, потенциал гипса. Я, во всяком случае, конечно, привык говорить. Говорим, свободная энергия и потенциал гипса. Ну, конечно же, гипс, создая гипс, я, по-моему, когда-то, что-то уже очень давно было, я, да, мне даже подарили студенты конспект, на самом деле не я попросил, а мне, девушка, очень красивая, тщательно записавшая лекция, значит, она мне принесла это, серокопированный, то есть, репрессионный, это было очень приятно, просто, значит, я только знал работать преподавателем, и у меня были очень тяжелые такие лекции для математиков 4-го курса. Я был почти их возрастом, но, значит, у них был такой же курс «Избранная глава из Испании». Так он назывался. Ну, фактически, это была перепутская физика, и вот, значит, я им поспалывал то же самое, и вот они мне, значит, такой подарок, в конце концов, вообще, принесли, она у меня придет дома, конечно, потому что. Но я в самом ужасе увидел, что, увидел, что вот эта старательная такая, очень хорошая студентка, значит, она принимает потенциал гипса, как, ну, потенциал вот этого вещества, там, что там, из чего там гипс-то вот, который, ну, переломы на руку, наверное, ладно. Я надеюсь, что вы этого не совершаете. Значит, она пишет потенциал гипс-гипс-гипс-гипс-гипс-гипс. Это не фамилия, а вещество. Значит, сейчас, конечно, речь идет о имени. Ну, и вот, значит, у нас есть вот такое выражение для дифференциалов. Дифференциалов. Не надо остановить. Значит, что вообще-то мы сказали, можем написать. Я уже без конгустария, поскольку, я думаю, что тут все, ну, нет, автоматически делается. Напишу несколько формул. Ну, то есть, значит, энтропия может быть вычислена так. Это минус производная потенциала гипса по температуре при постоянной давлении. Объем – это производная от потенциала гипса по давлению при постоянной температуре. Производная энтропии по давлению при постоянной температуре – это минус производная от объема потенциала гипс-гипс при постоянном давлении. Соотношение максов. Если мы продифференцируем… Вот, это наше соотношение по температуре второй раз. Так, то, значит, у нас, ну, вот отсюда начнем. Д2G по ДТ при постоянном П, если мы напишем, то, ну, очевидно, это минус ДС по ДТ при постоянном П. Ну, и, опять же, значит, так вот поступаем. И получаем, что это минус теплоемкость при постоянном давлении, поделенная на температуру. То есть, значит, у нас возникает вот такая формула. Как мы теплоемкость при постоянном давлении можем найти, как минус Т, умноженное на вторую производную потенциала гипса по температуре при постоянном давлении. Ну, и осталось, значит, вот эту формулу, опять же, продифференцировать второй раз. И, соответственно, что получается так, Д2G по ДТ при постоянном П, значит, это ДВ как контакт П при постоянном П. Ну, и это мы можем опять же так записать, значит, как, значит, нам надо записать В, тут минус поставить, а тут для компенсации. Этот минус, ефеницией на В, ДВ как и В, при постоянном Т. Значит, вот мы в скобках квадратных имеем то, что называется эзотомической сжимаемостью. Ну, характеристика того, как при изменении давления меняется объем, как сжимается система. Значит, это сжимаемость. Ну, если мы ее обозначим, там, буквой, ну, П часто, не обязательно, конечно, но часто. Если я ее так обозначу, то у нас тут минус В умноженное на вот эту вот термическую сжимаемостью. То есть, ну, у нас получилась вот такая формула. Минус умножается, деленная на В, и ДВДЖДП дважды при постоянном Умножении. Ну, вот. Наверное, сейчас у нас должен быть небольшой перерыв. Ну, а после него мы еще и ввести, нам лучше вспомнить исходное наше выражение для сравнения основного равновесного карминала. Значит, там у нас в исходном выражении в качестве переменных подразумевает всего зависимых пара С и В. Ну, вариант еще, который у нас остался, это выстречить В и число независимых переменных ввести В. Значит, В на ВС равняется В, ДВ, минус В на В. Вот наша формула. Обычно мы так ее записываем. Ну, вот, если мы, как видим, чтен равен, то добавим произведение В на В. Значит, дифференциал, конечно, на самом деле, то тогда у нас, очевидно, получается так. Значит, Н на ДС плюс, ну, давайте я напишу плюс, дифференциал произведения В на В. Здесь. И сюда же с минусом напишу дифференциал Е. Ну, а справа у меня было минус В на В, и я его, этот дифференциал, который села, я его напишу как В на В плюс В на В. Ну, и, конечно, для того, чтобы здесь сократили. Значит, что тогда получается? Вот, если мы сейчас, значит, введем вот такое величину. Мы можем написать сейчас Н на ДС, ну, и тут у нас минус В на ДП выключить, если я принесу уже сюда, да? Ну, а направо, направо, справа, вот, дифференциал Е будет Е минус В на ДП. Так, значит, ребята, я на самом деле вот здесь вот, я написал, я должен был в курсе написать. Поэтому, конечно, значит, что мне надо было сделать, это надо вот здесь вот подвинять. Значит, дифференциал на самом деле надо было вычитать, надо вычитать, значит, здесь плюс у меня было, что доставалось справа. Да, значит, плюс В на ДП, и отсюда надо было вычитать, значит, 10 надо было написать с минусом. Вот так. Значит, тогда здесь вот так с плюсом, и здесь вот так вот с плюсом. Ну, я прошу прощения, значит, ну, давайте еще раз я напишу тогда ранее, хотя, ну, вы стояли там на доске-то, ладно, а вот где-то неудобно, конечно. Ну, в общем, вот здесь я просто, ну, неправильно написал, как это минус, надо написать плюс, поэтому, значит, ДЕ плюс В на ДВ, и мы тогда можем так написать, значит, ДЕ у нас равняется Д на ДС минус В на ДВ, ну, и прибавляем дифференциал проведения В на ДВ. Значит, получается ДЕ плюс ДВ слева. Вот, а справа, естественно, ДН на ДС, тут СМН на ДВ. Ну, вот так, на самом деле. Ну, вот эти вот всего-навсего-неравенства, значит, вот так надо было написать, там я ошибся, конечно. Значит, это, ну, тут я все переправил, но, в общем, напишите вот, ну, сейчас, последнее, наверное, это правильно уже. В общем, вот, вот так, ну, и введем, значит, энтальпию Е плюс В, Е плюс В. И для нее мы получаем, значит, референциал энтальпии мы получили Н на ДС и СМН на ДВ. Эференциал энтальпии у нас вот такой уроженый. Мы видим с Вами, что если какой-то процесс системы происходит при постоянном давлении, то изменение энтальпии, то изменение энтальпии, то есть теплота этого процесса. Вот такой смысл у энтальпии, значит, в ходе процесса, который протекает при постоянном давлении, изменение энтальпии, измерить можно, измеряя калориметром тепло, выделившееся или, там, проглотившееся. Во всяком случае, может быть. Значит, вот, в силу такого ее физического смысла, энтальпию, насколько я понимаю, очень любят наши брать-тохимики. И вот они, гадали, значит, там сливают в какой-нибудь пропитке, в постоянном давлении, открытом в сосуде, да? Там что-то начинается, реакция, нечет какая-то, она идет в постоянном давлении. Просто в силу вот этих условий. Ну и тепловой эффект реакции, это, по сути дела, изменение энтальпии. Вот отсюда видно, что в этих условиях это не происходит. Слово, по-моему, просто тоже так придуманное, что было немножко похоже на энтальпию, какого-то другого смысла, по-моему, вроде бы, я не знаю, что... У этого термина, по-моему, осаждения, было какое-то объяснение. Ну вот, помните, я говорил, как главу Джорусу, потом просто придумал это слово. Ну, не знаю, что оно... В общем, вот, предложено такое слово, какая-то похожесть на энтрофию, и все. А что, в набор глубокого смысла? Физический смысл будет в этом, конечно. Всегда говорят, что это заверяется. Обычно, ну вот, при изоборическом процессе она представляется будет тепловой эффект реакции. Ну, процесс реакции. Ну, обычно у хиппика действительно такая реакция проходит. Видите, тепло, экзотермическая, эмдотермическая там какая-нибудь реакция. Ну, итак, значит, вот у нас есть вот такая форма унитарпии. Кстати говоря, значит, можно что сделать? Можно еще написать для нее выражение раввалентное такое, это G-TS. Потому что потенциал гипса у нас E-TS плюс ПВ. Правильно? Потенциал гипса мы определяем. E-TS плюс ПВ. Значит, если мы... Так, плюс ПС, тогда, конечно, нам написать плюс. Потенциал гипса это E-TS плюс ПВ. Значит, если мы в ТС добавим, то сократится, останется E плюс ПВ. Но это и есть эндарпия. То есть вот потенциал гипса плюс ТС, это эндарпия может быть представлена и вот таким образом. Ну, что, давайте так молча, можно сказать, напишем, что Т это ДН по ДС при постоянном В. В это ДН по ДП при постоянном С. То есть, значит, ДТ по ДП при постоянном С равно ДВ по ДС при постоянном П. Значит, если мы... Ну, наверное, надо закрывать. Значит, если мы вот эту формулу инфицируем второй раз по эндарпии, то тогда у нас получается так. Д2А по ДС дважды при постоянном П. Это ДТ по ДС при постоянном АП. Ну, или, значит, Т, ДТ, Т на ДС при постоянном АП. То есть, это ДТ, поделённое на ЦП. И перевёрнутое вот это отношение. Значит, у нас тогда ЦП получается как Д, поделённое на Д2АЖ по ДС дважды при постоянном П. Ну, и, в общем, вот последняя формул. Значит, вот это вот соотношение мы дифференцируем в первый раз. ДТ, ДТ, ЛАЖ, ВАЖ, ВАЖ и ПОД и АМС. значит это dv p и постоянно ms или мы это можем написать как минус d минус dv p и постоянно ms значит это дает сколько только это сжимаемость только на этот раз не изентравлическая а геологическая и значит у нас получилось минус v на beta s или агиопатическая сжимаемость может быть если мы знаем атаку и найдено так значит это минус единица это беремная на v и 2a dv и при постоянном s вот значит эти четыре стандартных потенциала свободная энергия потенциал гипса или потенциал геймбольса энергия геймбольса энергия гипса это энтальпия ну и собственно внутренняя энергия которая остается тем же самым это та же самая внутренняя энергия ну вот мы на нее так сказать смотрим немножко под другим углом зрения и мы ее тоже значит считаем естественно термодинамическим потенциалом вот эти вот четыре ну главных потенциалом мы определили ну написали целый ряд формул которые с каждым их связ значит что еще вот в этом нашем первом случае у нас основная основная параметра прежде всего а если не две у нас непростая система не две переменных определяют состояние системы а есть еще какие-то важные параметры значит не помешает это нам ввести потенциал ну конечно нет потому что значит вот в этом случае у нас наше основное соотношение равновесных ну не знаем где может быть написано так значит д е это п на д с минус п на д в и минус сумма по и там единица д м а и д д а и д а а г конечно вот это какие-то другие виды работ связанные с тем что мы сейчас е рассматриваем как функцию с д и вот эти вот какие-то еще параметры и с их изменением связана какая-то другая работа не работа расширения а какая-то другая с формула просто становится более так сказать громозд вот работа расширения мы выделим отдельно ну и что тогда да все точно так же то есть я вот какая бы это ни была сила там аиды я могу сказать что просто глядя на эту формулу что если я знаю внутреннюю энергию как функцию всего вот этого то всех этих наборов независимых переменных распределяющихся системы силу я могу найти так как это вот частная производная ну при постоянных с в и вот этих вот всех оставшихся независимых параметрах вот можно написать вот ну и это не обменяет конечно возможности ну я давайте не буду этот кривомовский набор переменных я просто скажу что ну точно так же хотя здесь может быть надо так учитывать что вот температуру скажем я конечно могу вычислить как при постоянных в и ну тут хорошо что надо можно написать а один а вот так вот значит температуру можно найти точно так же только тут аргументов больше или в и можно по-прежнему конечно же можно написать что дт под д ну тут вот не буду весь набор место мало вместо мало значит дт под д равняется минус в по дс ну при соответствующих фиксированных переменах все все сохраняется и я могу написать что скажем ну например например там вот д а и т большое о д с это производная она разумеется равняется минус правда ц д а и тому смешанная производная и и тому подобное что называется используется та же самая вторая смешанная производная должны быть равны никакого пара независимых переменных мы не взяли ну и значит коэффициент перед d а и т продифференцированный по s равен коэффициенту перед s продифференцированному по а и т и так далее все эти формулы сохраняются ну и существует такая если мы сейчас с вами видим преобразование лежевра точно такой же какой мы только что делали в случае простой системы если мы будем совершать то мы введем потенциалы которые сохраняют своими названиями вот если я значит сейчас вычту из обеих частей равенства дифференциал произведения t на s то у меня слева появится дифференциал свободной энергии которая принимается по-прежнему как e-ds и для нее появляется значит вот такое дифференциальное выражение для дифференциала свободной энергии минус минус с на дт минус б на д в то что было раньше и плюс к этому незатронутая преобразование вот эта вот сумма а и т д а и т с то есть форма для свободной энергии или формула для свободной энергии она стоит только сейчас t и v в качестве независимых переменной добавляет еще все вот эти вот ну снова можно написать формулу для частных производных скажем а это большая сила это производная свободная энергия вот этому параменту говорит и мало всякий там смешанных переменных производных равенства можно написать ну и все такое и точно так же значит мы можем написать что дифференциал абсолютно той же формулой можем ввести потенциал гипса ничего при этом значит не меняется то есть потенциал гипса опять остается значит в виде f плюс pv а дифференциал его ну вот он так позже значит это минус s на dp плюс v на dp плюс то есть минус на самом деле минус вот эта сумма ну не буду наверное писать и скажу что конечно точно так же формула для этапе опять-таки сохраняется дифференциал тоже он имеет такой же точный вид то там еще добавляемое добавляется но здесь появляется конечно возможность вводить какие-то другие потенциалы которые не имеют стандартных названий ну когда вот мы можем скажем в какой-то части заменить независимых переменных вот эти исходные параметры малые на большие в качестве независимых перемен ну я могу все скажем ввести какой-то потенциал там же я не знаю с крышкой определив и вот так вот добавим значит обычному привычному потенциалу который определен вот этой формулой вот такую сумму сумму и а а везде вот добавим что тогда у нас здесь будет ну разумеется вот это вот не затронуто будет а тут появится выражение где а и малые умножаются на дифференциалы а и больших вот какой-то вводим новый потенциал для него вот эти а и малые будут определяться как частная производная вот этого потенциала с крышкой по а и большим мы можем не по всем как я здесь делал а по какой-то части переменных это преобразование произвести ну в силу каких-то наших будущих нужд наших вычислений здесь открывается так сказать ну какой-то выбор можно и так и этак и все это будут при такого рода подходит все равно мы будем иметь некую функцию состояния это дифференциала определенное выражение и значит выникают какие-то соотношения максимум какие-то формулы конкретные для вторых частных производных будут иметь какой-то свой смысл это уже не есть нечто такое как свободная энергия которые мы все знают все их используют а на самом деле на этом мы не не должны останавливаться еще если у нас какая-то более сложная ситуация возникает то вся эта идея использовать эту простейшую математику она никуда не пропадает все остается ну что еще в рамках этого параграфа мы должны с вами обсудить начну и мы видим что потенциалы конечно не независимы они связаны у нас есть какая-то одна система потенциалов характеризующих ее много и конечно между ними какие-то существуют связи ну и можно эти связи сделать такими ну что ли более предметами конкретными воспользовавшись только определением то есть можно один потенциал связать с другим ну без какого-то участия каких-то посредников если так можно сказать ну во всяком случае вот что я имею значит мы с вами например знаем что у нас свободная энергия значит определена как E-TS есть а с другой стороны значит мы с вами знаем что S это минус Df при постоянном боях вот определение свободной энергии следовало то энтропии выражает через свободное место поэтому мы можем написать что свободная энергия это E-T на df on dt при постоянном ну и вот мы видим что это значит что внутренняя энергия может если мы знаем свободную энергию внутреннюю энергию мы можем найти так это просто f-T df on dt при постоянном В найти внутреннюю энергию можно если у тебя есть свободная энергия ничего больше не надо знать просто вот используешь эту формулу ну надо иметь ввиду при этом что конечно внутренняя энергия получится ну как бы не совсем потенциал в том смысле что когда мы говорим о вот этих функциях как потенциалов мы подразумеваем что они выражены ну какие то вот как принято говорить их естественные перемены то есть естественными переменами для внутренней энергии являются S и V там всякие эти соглашения получаем дифференцируя нашим E под S и V ну дифференциал у нас E V представляется выражением в котором правой части расстоят дифференциал вот S и V это естественные переменные для внутренней нервы для свободных это если мы зная F как функция T и V вычислим вот эту правую часть E мы получим не как функцию T и V это существенно в том смысле что если я буду дифференцировать скажем вот D и V вот получу какое-то выражение E как функция T и V значит если я производную E то это не будет давление по размерности давления нельзя считать что это правильная формула определяющая давление системы как функцию S и V значит у меня ну получится получится что-то частное производное от внутренней энергии по объему но которая будет меняется значит внутренняя энергия при изменении объема в ходе агентического процесса давление это не будет давление это минус производная постоянном с если у меня есть я дифференцирую это выражение ну как я уже сказал я получаю какую-то изменение изменение внутренней энергии в ходе агентического процесса но это не давление по размерности давление нельзя считать что это давление которое эта система развивает на границу определяющим окружающей среды при значении это важно естественное переменное надо понимать что свободная энергия остается конечно она не теряет качество быть свободной энергии если мы ее выражаем через какие-то другие переменные а не через но потенциал в истинном смысле слова она работает только тогда когда она выражена именно через В и Т потому что только в этом случае я могу писать эти формулы что энтропия это минус ДФ по ДТ частная производная свободная энергия по температуре это как здесь у меня написано ну со знаком минус это энтропия вот только при этой паре переменных ну и там и так далее там давление это минус ДФ по ДВ только тогда когда при этом Ф выражена как функция не только Т но и В а не там В допустим то есть вот для свободной энергии такой парой естественных переменных является В и Т принято говорить естественные переменные для потенциала гипса это Т и В для Итальпии это С и В ну как легко видеть из формулы которые мы выписываем но тем не менее значит если мы знаем свободную энергию то мы легко находим энергию внутреннюю вот таким вот образом это соотношение можно обернуть в том смысле что мы можем написать формулу которое будет давать нам свободную энергию через внутреннюю энергию но производная входит если мы будем оборачивать производную свободную энергию если мы обернем то у нас конечно интегралом неким будет представляться свободная энергия но как значит мы можем это сделать для того чтобы отметить что здесь у нас в практически в таком случае написано минус производная по t от отношения f t при постоянном v ну действительно значит если мы будем дифференцировать эту тропин то возвращаясь сюда значит у нас будет t в квадрате числители производная числителя умноженная на t вот она но только с другим знаком поэтому здесь этот минус надо поставить минус производная от знаменательного это просто производная t по t умноженная на числитель значит это просто так можно переписать откуда понятно что значит если мы ну вот теперь вот это соотношение интегрируем по t и постоянный вот тут у нас получается так значит интеграл от e dt конечно dt dt он равняется минус t определенным на t просто потому что здесь мы справа будем интегрировать производную производную и значит в конце концов получается сделать перескочу вот такое вот выражение значит f равняется минус t интеграл от f признанное на t квадрате на t по т в принципе вот еще если я удерживаю выряд постоянным Какая-то получается функция от В просто, только от В, но только от В. Ну, если забегая, так сказать, вперёд обратиться к этому началу, то можно сказать, что это функция, это постоянная, ну, какая-то добавка, да, она на самом деле равнодушна, и можно оставить вот такое вот выражение для свободной энергии. Значит, вот эта вот корпула, возвращаясь к этому отношению, она называется уравнением гипса к генгольцам. Это уравнение гипса к генгольцам. Значит, такого рода уравнение не одно, мы можем легко написать, скажем, вот. Ну, вот у нас эндартия, да, это g-t, да, g-t, нет, плюс t. Так? Значит, g-t, 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 да, конечно, и при этом, значит, эндартия может быть написана как минус g, вот, g-t, а припостоянную g. Вот, ну, и, значит, это означает, что я могу написать вот еще одно такое уравнение гипса к генгольцам. То есть, h равняется g-t на g-t, а припостоянную g. То есть, вот формула, которая тоже связана, вот эти вот два потенциала эндартия выражаются через потенциал гипса, вот таким вот образом. Ну, конечно, можно, опять же, вот, все видите, такая конструкция-то абсолютно такая же, да, только к гукуль и другие. И как вот ESF связано, так h, g. То есть, можно, разумеется, вернуть, написать сразу же похожее соотношение, которое выразить, что так же остается через эндартия. Ну, и вот такого рода, можно и связи такого рода для случаев, когда переменных несколько, вот, когда один потенциал через другой выражается, то говорят, что это уравнение гипса к генгольцам, одно из уравнений гипса к генгольцам. Вот. Значит, потенциалы связаны друг с другом, это естественно. Значит, вот что еще, конечно, нужно сделать, это написать, найти выражение для, ну, хотя бы одного потенциала, как вот примера. Когда мы можем сказать, вот, смотрите, вот это потенциал. Значит, давайте это сделаем для внутренней энергии. Для конкретной системы, конечно. Вот пусть у нас, ну что, идеальный газ. Вот нам надо его, аллергию, которая, может быть, записана вот так, да? У нас есть равнение калорическое для идеального газа, вот такое. Значит, можно это считать, вот, е в такой форме взятой, можно считать потенциалом? Нет, это внутренняя энергия, но не стоит ее в таком виде взятую называть потенциалом. Потому что нам надо на самом деле выразить е через с льв, для того, чтобы она действительно стала потенциалом. Но у нас есть вот такая формула. Значит, мы знаем, что С минус С нулевое, это СВ логарифм Т и В нулевое, и плюс Р логарифм Т и В нулевое. То есть, если вот у нас, это только для идеального газа. Вот мы находили, что энтропия в каком-то состоянии, которое характеризуется В и В, газ при температуре В занимает объем логарифм. Ну вот тогда его энтропия может быть найдена вот в этой формуле, где, конечно, С нулевое, какая-то назначаемая нами энтропия, отличающая состояние газа, когда он при температуре В нулевое занимает объем В с нулевого. Вот если мы сейчас отсюда выразим температуру как функцию С и В, то тогда мы, ну, та же самая внутриденергия, но она уже сможет считаться, так сказать, потенциалом. То есть для того, чтобы мы увидели потенциал, один из потенциалов для вот самой простой, значит, системы для идеального газа, значит, нам надо сделать следующее. Вот если мы С минус С нулевое поделим на ЦВ, ну, так же и Р минус Р и ЦВ, поделились все на ЦВ. А тут у нас тогда останется логарифм. Р делим на Т нулевого, да? Значит, ну, ЦВ у нас, если вот договориться, что мы рассматриваем моль, один моль, один моль идеального газа. Так вот, один слогарифм, ну, конечно, его надо написать. Конечно. Значит, тогда у нас получается так, вот, мы можем сказать, что, ну, может быть, не надо было его переносить, лучше, лучше, лучше не так поступить. Вот я, давайте, я его мысленно сюда вернусь, и я могу сказать, что Т поделённое на Т нулевое, и тут ещё, значит, В на В нулевое в степени Р поделённое на ЦВ. Вот так. Значит, вот это вот, это В степени С минус С нулевое поделённое на ЦВ. Вот так можно переписать вот это наше соотношение, можно вот так вот переписать. Ну, и тогда, значит, у нас для Т получается, что это Т равняется Т нулевое, умноженное на, значит, В на В нулевое, ну, в степени Р поделить на ЦВ. Для моля одноатомного газа это отношение, это две трени. Ну, и умноженное, вот на Е степени, значит, С минус С нулевое поделённое на ЦВ. Ну, просто я вот так вот выразил, и, следовательно, значит, у меня, в конце концов, может быть, написано следующее, вот внутренняя энергия становится потенциалом, когда мы Е первого газа, для вот этого нашего газа, вот такой вид, значит, это В умноженное на Т тренинг, на Т нулевое, В на В нулевое, Р на ЦВ, и тут Е в степени С минус С нулевое на ЦВ. Вот сейчас внутренняя энергия стала функцией, ну, ещё плюс Е нулевое, конечно. Вот сейчас внутренняя энергия стала функцией С и В. Ну, если вы сейчас продифференцируете Е, ПВ или ПС и используете при этом, ну, не буду сейчас делать посолку несколько минут, только ускорка с немного, то вы увидите, что надо использовать равнение состояния, значит, то вы увидите, что получается, скажем, что П равняется, как П поделённая на В. Вот, с которым всё согласуется, выражение для П будет естественным. Значит, тут есть, конечно, никакого уже, но как что-то ненавидим, но, на самом деле, мы получим уравнение, которые хорошо знакомы. Они здесь, в скрытом виде, так сказать, есть, они же и получатся. Но, всё-таки, я хотел подчеркнуть, что вот только эта форма записи вновь энергии для более, не для более, тут произвольно пока, значит, для идеального газа, она может считаться записью вето-потенциал. Вот, на это хотел обратить внимание. Ну, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok